Сейчас мы находимся с вами на биотехнологическом научно-экспериментальном производстве по трансгенезу Научно-правчистического центра Национальной Академии Беларуси по животноводству. Здесь, как вы можете видеть, находится наше стадо КОС, которые содержатся совместно как трансгенные животные, так и нетрансгенные особи. Содержание, рацион, доение, кормление, паение, все ветеринарные мероприятия биотехнологические, в принципе, ничем не отличаются. Как вы можете видеть, ни трех рогов, ни пяти копыт, ни чего-то такого, двух постов здесь нет. Единственное, чем можно отличить животных трансгенных от животных обыкновенных, это наличие встроенного гена, который кодирует синтез локтоферина, в ее геноме. Локтоферин – это железо-содержащий белок, который отвечает за формирование иммунитета у млекопитающих на первых стадиях развития. В рамках совместных союзных программ с Российской Федерацией было две программы – «Белространсген» и «Белространсген-2», в результате которых совместно с учеными из Российской Академии Наук, Института биологии и гена, ими была разработана генная конструкция, а именно нашими специалистами, учеными Центра по животноводству, была отработана технология получения первичных трансгенных животных, и в 2007 году было получено два первых трансгенных козленка – «Лак-1» и «Лак-2» по гену локтоферина человека. Если, так сказать, показать сложность, то из 500 операций, которые были проведены в биотехнологических мероприятиях, только два всего лишь было успешных случая – два рождения трансгенных животных, подтвержденных всеми пакетами документов. То есть, ну, уровень сложности вы можете представлять. Вот сейчас популярен очень коровий локтоферин, то его содержание в литре молока очень незначительное – 0,1 – 0,12 грамм на литр. Соответственно, в наших исследованиях, в результате которых получились наши трансгенные животные, сейчас среднее содержание локтоферина у нас содержится 3-3,5 грамма на литр. То есть разница колоссальная. Плюс, конечно же, стоит сделать акцент на то, что идентичность этого белка, как коровьего, составляет 66% для человека. Соответственно, нашего биоаналога – 99,9. Ну, практически, это человеческий белок, который находится в молоке козы. В молоке женщины эта концентрация представлена диапазоном от 1 до 3 миллиграмм в миллилитре. Именно вот это явилось как бы взятой за основу создания животного трансгенного в молоке, которого продуцировался бы высокое количество локтоферина и который бы являлся биологическим аналогом локтоферина женского молока. Преимущество локтоферина рекомбинатного, в частности нашего, в том, что он обладает, являясь частью составляющей организма человека, он обладает повышенной чувствительностью при приеме человека. То есть, так как он является противомикровным противовирусным белком и в какие-то периоды воспалительного состояния человека организма, и если мы принимаем рекомбинатный локтоферин, то его механизм действия усиливается за счет того, что одинаковые рецепторы чувствительности. И более того, он не будет настолько иммуногенен в сравнении с коровьем. В настоящее время наш белок применяется в научных разработках, которые инициируют как Национальную академию наук Беларуси, так и различные государственные и частные предприятия. То есть, пока, к сожалению, мы на широкое использование данного продукта не вышли, что связано с некими ограничениями норматива правовых актов. Так как этот белок очень широкопрофильный, это и иммуностимулирующая активность, это и бактерицидная, это и противоопухолевая, это и как терапия различных вирусных заболеваний. Вот сейчас Институт физиологии НАН Беларуси запускают серии экспериментов с влиянием на ожирение. Были проведены исследования по восстановлению воспроизведительной реперлюктивной функции крыс. В ряде этих опытов было установлено, что возрастным, скажем так, особям, самцам спаивали молоко с лактоферином, и вот эта вот процедура способствовала нормализации гормонального статуса по тестостерону на уровне, ну, таких половозрелых, скажем так, ну, не молодых, но таких уже зрелых, не старых самцов. Наша главная цель здесь – это проведение биотехнологических работ. Именно по сохранению гена в геноме, по увеличению количества лактоферинов в молоке, по улучшению его качества, я имею в виду, ну, как и молока, в принципе, так и белка, по повышению его активности. Поэтому у нас пока минимальные требования по надою молока. Главное, чтобы животное доилось, потому что, ну, это процесс биологический, то есть его остановить невозможно. То есть, как бы, дойка у нас есть, как бы, мы можем дойить как трансгенных, так и нетрансгенных животных. Отдельный учет молока, отдельный учет животных согласно новым системам идентификации системы АИЦ. Вы знаете, у нас, как бы, в практике разные схемы отрабатываются. Есть у нас схемы, в которых есть трансген с нестрансгеном. Есть у нас схемы, когда трансген с трансгеном. То есть, как бы, есть и схемы, когда папа, мама тоже разные. Кто-то носитель, кто-то обыкновенная коза. И вот этим, благодаря этим схемам, мы, как бы, позволяем вести селекционно-племенную работу и сохранять передаваемость этого гена на достаточно высоком уровне. Почти 50% у нас наследуемость данного гена. В настоящий момент у нас, по-моему, 240 голов общего, общего поголовья. Из них порядка 200 голов – это трансгенные поголовья различного полувозрастного состава. Ну, и 40 голов обыкновенных коз, которые мы должны использовать также в наших системах скрещивания, в неких биотехнологических работах. Конечно, у нас ведется непрерывная работа с нашим поголовьем, потому что ген нужно контролировать, ген нужно улучшать и увеличивать его процент передачи потомству. Нужно вести работу постоянно с качеством молока, с количеством белка. У нас программы ведутся научные, в которых предусмотрена и работа с спермопродукцией, и работа с яйцеклетками, с эмбрионами. Кроме того, ведется работа по увеличению надоев, трансгенных животных, количества молока. То есть, как бы, работа ведется постоянно. Мы не можем сказать, что мы... Да, у нас есть бывали моменты с перебоем с финансированием, но, тем не менее, центр как бы собственными силами, за существующими средств постоянно... Это живые организмы. Мы не можем их вот на завод пришел, кнопку выключил, пошел домой. Невозможно. Это постоянная работа с животными. Что касается молока трансгенных животных, есть два пути его использования. Это непосредственно как само молоко для использования, ну, допустим, вот сейчас в кормлении свекокорядших животных, в повышении иммунитета, вот особенно телят, периода от 0 до 90 дней. То есть, как бы, показаны хорошие и среднесуточные привесы, и состояние иммунитета. То есть, как бы, и дальнейшее мы прослеживаем судьбу данных животных. То есть, как бы, они превращаются в нормальные, взрослые, полноценные, ну, в данном случае, телочку, которая потом идет в ремонт стада, и дальнейший технологический цикл. И, конечно же, второе направление – это выделение из молока, содержащего биоаналог токферина, самого непосредственно этого гликопротеина. Его дальнейшее применение просто колоссальное. Его можно использовать, начиная от биологически активных добавок, начиная от косметологии, заканчивая в медицине, заканчивая в лекарственных препаратах, заканчивая в спортивном питании. Вот сейчас совместно с Роскосмосом есть у нас новый проект, который во время первого, скажем так, полета нашего белорусского космонавта в космос будет участвовать и наш лактеферин для того, чтобы испытывать его полезные свойства не только на Земле, но еще и в космосе. И для повышения здоровья космонавтов, и для санации. Вы же понимаете, там очень небольшие такие помещения, это очень каждый грамм важен, скажем так. И вот тоже стоят вопросы по новым системам санирования, обеззараживания, ну и, соответственно, конечно же, повышение здоровья космонавта в первую очередь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok